Девушки отдыхают 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 Я очень хочу объявить о нашей помолвке. Горька! Горька! Сегодня состоялась наша помолвка. Но ты волновался. Я волновался, потому что, вы понимаете, мне хочется серьезных отношений уже. Я на том этапе жизни, когда мне нужна спутница, которая будет меня полностью понимать, поддерживать. Не просто идти со мной по жизни вперед. Потому что были девушки, которые меня просто тянули вниз. Я же еще творческий человек. И вот это понимание и забота, которые окружила меня Лариса, это я не встречал еще никогда. Как вы познакомились, расскажи. Мы познакомились на Ямайке, на курорте. Я так, знаете, иду по пляжу и вижу Лариса в январе. Ну, начало отдыха. Мы вместе летели. Я сразу ее приметил, что она бушевала, в общем-то, так, что ее трудно было не заметить. Вот. И, в общем, она лежит вот так звездой. Звездой лежит на шикарном таком купальнике, загоревшая уже. Уже в январе она приехала загоревшая. Вот. Я просто о том, что вот разницу в возрасте. Да, ребят, а что здесь такого, я не могу понять. Я в ней нашел то, что искал. Мне с ней очень комфортно. Почему я не могу связать свою жизнь с той... Какие вы злые, а? Ни скандала, ни греха. Я, ребята, не боюсь. Нет завидений жениха для богатеньких бабушек. Давайте, давайте посмотрим эти кадры на Ямайке, как вы отдыхали вместе. Внимание. Мы в счастье. Вам кайфут, да? У вас все здорово. Такой море, такой... Радуй за вас. Вы любите Ямайку, да? Итак, я Ларису снимаю с дерева. А у меня снимают... И не только с дерева, как я вижу. Нас все вообще понравилось. Он посудал сам. Он был весь позитивен. И мы будем жить в самочистом его отношении. Итак, она сразу узнала тебя. Она понимала, что ты... Вы знаете, я на самом деле так не понял, почему такой ажиотаж это вызвало. Я как бы не ожидал действительно такого резонанса в обществе. Многие решили там, что это пиар, не пиар. Друзья мои, я хочу вступить в бра... Нет, Прохорь, вопрос не в любви. У вас может быть искренняя любовь, но многократно вам приписывали отношения уже с достаточно взрослыми дамами. И обычно это заканчивалось тем, что те открещивались от Романа с вами. То есть это и Светлана Светличная, там и с Леной Лениной вы пытались якобы строить отношения. Чем вы можете доказать, что это не очередной пиар-ход, а искренняя любовь? Я вообще пришел сюда за поздравлениями, а не что-то заказывать. Мы хотим сказать. Я почему-то решил, что здесь будут все за меня рады. И вы сейчас увидите Ларису, совершенно нету разницы. А девушка богатая? А при чем здесь деньги, дорогие мои? Давайте посмотрим, как вы живете, чтобы расставить все точки над ней. Богатая или нет? Богатая, конечно. Но надо понять... Милости просим гостя дорогие, вы наше скромное с Ларисочкой Жею. Заходите. Итак, вы находитесь в гостях у Шаляпина и Ларисы. Ладно. Проводим гостей, я приветствую вас. Выходите, посмотрите, как мы живем. Прохор моется и поет здесь песни, поэтому у него здесь такая хорошая акустика. При знакомом табуне конь гуляла на воле. Ну и теперь, дорогие мои святая и святых, наша спальня. Черт! Давай, кидай. Давай. Так, это гостевая. Знаете, вот родственничков много по всему свету и даже не знаешь, радоваться этому или печалиться. Все хотят денег, еды и негде переночевать. Вот мы их здесь иногда оставляем. Мы любим путешествовать, но на самом деле вот времени особо нет на то, чтобы уехать просто тупо на отдых. Я говорю, когда есть деньги, нет времени. Когда есть время, нет денег. Не, ну я-то знаю, что без меня Лариса теперь не проживет и секунды. Скажи, как ты меня любишь. Очень. Ну и в общем-то, вот видите нас, да? Разве можно ощутить какую-то разницу, которая упрекает? Мне кажется, мы вообще на одной волне. В сентябре, в октябре, все-таки. Пусть подавятся все наши завистники злобные. Нам хорошо, и мы должны делать так, как нам надо. Не так, как кто-то хочет из них. Смотрите, Ларочкина колечка. Это эксклюзив! Для нашего любимого, Андрей. Это вот обручальные кольца, которые готовы уже к тому, чтобы вступить в официальные отношения. Я научилась держать удары по жизни. Мне очень-то много чего как бы и попадало в жизнь, и не доставалось. И, наверное, я думаю, что Прохоров во мне притягивает. Я могу точно сказать, что совершенно не за денег. Комфортно, можно поговорить, а ты их стараешься понять. Деньги с Ларисой касаемо что? Для меня значения огромного не имеют. Конечно, мне все говорят, я говорю, а что вы хотите, чтобы у меня была какая-то бедная, убогая, больная невеста? Конечно, мне нужна яркая, волевая, сильная личность рядом. Мне нужен спутник по жизни, мудрый, сильный и надежный. И вот с Ларисой я понимаю, что это возможно. Ну что, прекрасная квартира, центр, Петровка. Троюродные братья, скажите, вы рады за Прохора? Я безумно рад за Прохора, потому что действительно я вижу своего брата действительно счастливым человеком. Лариса безумно активная девушка, женщина. Я не чувствую никакого возраста, никакого с ней... Ей 57, мне 22. Я не могу сказать, что она как женщина, она моя подруга на самом деле. Мы вот когда приезжаем на дачу, они с Ларисой, они просто, они счастливые, веселые, без камер. Они счастливы, они любят друг друга, они... Что? А у вас зависть, у вас зависть, вы завидуете Ларисе. Андрей, мне бы хотелось... Да, потому что сидят девушки все около 50-70, 50-60 лет. Они такого же возраста, как Лариса. Конечно. Потому что это завистницы сидят здесь. Вот подруги Ларисы хлопают и все. Мы знакомы с Ларисой довольно-таки давно, познакомились в Доминиканской республике, отдыхая на Карибах. Жизнерадостная, энергичная, зажигательная, умная, здоровая, красивая женщина. Молодой, обаятельный, порядочный, интеллигентный, талантливый молодой человек, как Прохор, я его знаю чуть меньше. Они нашли друг друга, мы должны все порадоваться за ним, не разрушающие, нищие семья, не уродущие детей. Ира, ну скажи мне, почему весь мир, скажем так, не обсуждал, конечно, там Эштона Качера и Деми Мур, правильно? Они были вместе, они были счастливы какое-то время. Понятно, что, может быть, они там не на 30 лет, но будут вместе 7, 8, 10 лет путешествовать, наслаждаться? Согласна абсолютно и больше того, у меня тоже в этом смысле рыльца в пушку, Ну, потому что у меня тоже был подобного рода очень такой, как мне казалось, неплохой роман. Закончился, правда, неважно, к сожалению. Ну, я его умерла, да, я его умерла, потому что оказался гаденыш такой, ну ничего. Вот, но я не об этом, я не об этом. Чем кардинально отличается моя история, да, не очень веселая, А в данном случае, Прохор, от тебя, дорогой мой. Дело в том, что я не собиралась замуж. У меня был просто молодой, красивый, талантливый человек, с которым мне было хорошо, и ему было со мной хорошо, и мы проводили вместе время. И это время шло, само собой, и мне в голову не приходит, пху ты, вот он, чтобы он сдох. А я, честно говоря, не понимаю, почему публика... Подожди, я еще не договорила. Поэтому, исходя из этой ситуации, я считаю, что женщина, конечно же, в любом возрасте может совершать ошибки, и даже в том возрасте, о котором сегодня уже принято говорить, постбальзаковского возраста, к которому, собственно говоря, я и отношусь на сегодняшний день. Но выходить замуж, то есть женить на себе какого-то молодого парня, нет. У меня это вот... Вот сохрани, Господь. Вообще в мыслях нет. Подождите, я не понимаю, почему заключается публика здоровая, красивая. Вы, кстати, похожи вместе энергетически, вы такие зажигательные, честно говоря. Ну, вы сумасшедшие. Ребят, нет, у меня правда, у меня тоже есть вопрос насчет детей. Ну, ребят, ну любви все возрасты покорные. Понимаете? Ну, пускай они сегодня счастливы. Давайте познакомимся с Ларисой. Мне кажется, самое время пригласить ее в эту студию. Встречаем Ларису. Здравствуйте, Андрей. И здравствуйте, уважаемый студия. Посмотрите, какая красивая и яркая женщина. Завидуете мне. Как сказал Максим Горький, мать и сын рядом, это великолепно. Ну, Лариса, давайте вот всех злопыхателей, скажем так, успокоим. Я вообще как бы не понимаю, как можно обсуждать, да, то есть, ни я его не женила, ни он на мне. Встречались два человека, они полюбили. Вообще, в принципе, я взрослый человек, ему тоже не 16. Я вообще не понимаю, как можно обсуждать. Мы счастливы, вместо того, чтобы порадоваться... Лариса, а вы когда сюда пришли, вы понимали, что будет обсуждение? Или вы просто насильно вас притащили сюда? Я как бы понимала, но, может быть, это сама... Можно поздравлять? Да. А почему не поздравлять? Я буду поздравлять. Два счастливых человека. Вопрос в том, что... Нет, а почему не... Мы кому-то вообще мешаем в этом... Почему союз двух неадекватных людей? Я не понимаю замечания по поводу того, что, понимаете, люди неадекватные. Я вот согласен с тем, что действительно два человека энергетически похожи. Знаете, они оба радуются. Вот эти вот ведь, понимаете, не похожи, как будто бы молодой человек, понимаете, пытается на себе женить старуху. Понимаете, здесь абсолютно похоже. Нет, не похоже. Да, я вижу в этих людях, понимаете, одинаковую энергетику и радость. Я не вижу вашу. Никакую его тоже. Вы очень пожилые старцы берут молодых девочек. Вам бы так выглядеть, как Лариса в свои 57 лет. Никого не удивляет. А обратный вариант, почему вы не проплывали. Горько, 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 горько. Не подождите. Это неоплощадь. Скажите, это ваш первый брак? Мой? Да. Третий. 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 Правильно. Третий. Это все вам не должно быть. Лариса, а почему вы настаиваете? Или кто из вас настаивает на официальной регистрации? Можно я... Достаточно просто любовного союза. Конечно. Вы же рискуете, вы это понимаете. А сын ваш обречен сейчас попадать в ситуацию в зависимости от ваших юридических соотношений. Если у нас семья, если мы строим вместе наше будущее, у нас финансовое... Простите, пожалуйста, какое блоге? Это не семья. Нет, а может быть... Почему я должен... Вопрос, наверное, и дежуркин, про какой-то брачный контракт, чтобы потом, если что-то делить правильно, вы потом... У нас на Руси не приняты брачные контракты. Неправда. Уже давно принято, вы, наверное, не так выросли. Понятно, все себе надо делать. Вот на психологическом языке это все-таки не семья, это сладкая парочка, мы их называем. Да, они как модельки прохают, им хорошо, замечательно, мы за них рады. Почему люди не могут познакомить отношения, если им вдвоем хорошо у них все? А зачем тогда вы встретите... Не только сын Ларисы против, но и мама, мама Прохора тоже очень волнуется. Давайте послушаем, что она говорит, внимание. Ну, я ни в каком виде не понимаю, Ларису вообще ни в каком. Пусть она там хоть золотая будет. А этот говорит не лезь. Не лезь. Что значит не лезь? Как это не лезь, интересно? Он сам знает. Ну и что, нам уже по 50 лет почти, и мы будем сидеть тут без уроков, да? А она там будет наслаждаться, значит, Прохором, его молодостью. Ну, хватит. Своими деньгами. Хватит. Что хватит? Хватит. Получится ничего у нас. Ларисе я своего сына вообще не отдам. Буду бороться до последнего, потому что мне такая невестка не нужна. Может быть, она там правда колдует на него, какие-то приворотные средства использует. А как еще иначе? Чем объяснить? Такую привязанность к ней. Ну, если Лариса, значит, моему сыну что-то сделала, я думаю, что за помощью нужно обратиться в церковь и направить сына на путь истинный. Хочу поставить свечи и помолиться за своего сына. Мама, мама Прохора Шаляпина появится здесь сразу после рекламы. Готова ли она принять невестку, которая старше, чем мама на 10 лет? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Пусть говорят». Сенсация! Прохор Шаляпин женится на пенсионерке. АПЛОДИСМЕНТЫ В середине лета известный певец Прохор Шаляпин сделал заявление, которое шокировало всю страну. Во время романтической прогулки на катере 29-летний певец сделал предложение своей 57-летней подруге Ларисе Копенкиной. Я очень хочу объявить о нашей помоловке. АПЛОДИСМЕНТЫ Влюбленные познакомились полгода назад на одном из заграничных курортов и с тех пор не представляют жизни друг без друга. Ну и давайте сейчас пригласим в эту студию маму Прохора Шаляпина, которая прилетела из Волгограда, чтобы отговорить сына от этой свадьбы. Встречаем Елену Ивановну. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит вообще? Почему я с интернета узнаю о такой вашей помоловке? Ну это вопрос ко мне, это вопрос к вашему сыну. Это было его решение, а не мое. Ну а вы? Мам, слушай, ты... Вы могли бы мне сказать об этом заранее? Я сама об этом не знала. Для меня это тоже был сюрприз. Вы понимаете, что вы старше меня на 10 лет. Ладно, мам, ну хватит тоже, что здесь этот... Ну как это, что здесь? Мне вообще-то нужны внуки, продолжение рода. Они вот такая невеста, как вы, извините. Если у вас состоится свадьба, я на ней, во-первых, присутствовать не собираюсь. Во-вторых, я прекращу с тобой все отношения вообще. Мам, ну... Вот так вот. Лариса, а вы переступите через его мать? Я думаю, что я решу все эти вопросы. Каким образом? Просто у меня мама очень консервативная, она в консервативном городе. Это в нем она не понимает, я вообще нормальный человек. Гормальный человек. Мама, влаши на вас вообще всю жизнь. Нет, Елена, ну с другой стороны, вы же хотите, чтобы ваш сын был счастлив. Правда? Да, я хочу, чтобы мой сын был счастлив. И вы растили его с мыслью о том, чтобы... Ну я не растила, не для Ларисы. Мам, ну мне просто мои родители в детстве советовали. Прохор, вырастешь, пойдешь на завод работать, пойдешь или водитель на трамвай работать, понимаете? Скажите, пожалуйста, а если бы вы за друга замуж, вам бы было бы от этого легче? Вы же замуж не выходите. Прохор, Прохор, а вы давно стали стесняться своих родителей? Я вообще никогда не стеснялся. Я горжусь тем, что из простой семьи. Нет, отдать должное, что Прохор никогда не стеснялся своих родителей. Он всегда защищал их. Я помню, Царство Небесное, прекрасную бабушку, которая здесь тоже Прохор защищал. Нет, отдать должное, он вот как раз, я помню эту программу. Но он выбрал женщину совсем другого статуса и совсем другой материальной возможности. Вот, 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 вот. А почему я должен выбрать больную, косую, кривую и нищую? Конечно нет, это ваша ступень. Это ваша новая ступень развития. Скажите, а мама говорит, что приворожила. Вы как, что видите? У этой женщины очень огромный, нерастраченный сексуальный потенциал. Поэтому она, да, поэтому она способна притягивать к себе мужчин разного возраста и разных типажей. У нее было два брака, и она себя не реализовала в этих браках, и между этими браками у нее еще были отношения с мужчинами. Поэтому она сейчас, вот, как свой последний шанс сделать выхлоп, как кратер Везувия взорвался и накрыла этого Прохора. Специально приворота не было. Просто каждый нашел, охотник нашел своего зверя, понимаете? И кто из них охотник, а кто из них зверя еще выяснится лет через пять? Скажи, вы же дружите с Прохором, а ты как относишься? Валникольский, педагог по тантрическому вокалу Прохора. Вот, если честно, я поддерживаю маму отчасти, потому что, по сути своей, что будет с генофондом Шаляпина? С нами сидит последний представитель великой династии, представляете? И поэтому есть смысл не одобрять, но в то же время им комфортно, им комфортно, им хорошо вместе. А мне будет комфортно. И это уже другая история. Мама, через пять лет все изменится. Дайте людям пожить. Мы потеряли прошлую. Мы его потеряли. На звонки он не отвечает. Рацион даже изменился. Вместо сочных, спелых персиков и абрикосов он ест курагу и чернослив. Вы понимаете? Что с человеком? Я не понимаю, почему всех так возмущает эта история. Почему, когда пожилой, извините, мужчина, ну, дед какой-нибудь, женится на 20-летней девушке, это никого не возмущает. Это ж как дан. Почему сейчас так, если людям хорошо вместе? Почему ты так против? Ну, реально, скажите, что вы завидуете. Ну, вот действительно, вопрос, нет, вопрос. Половина депутатов, половина олигархов поменяли своих жен, сделали здесь списанную торбу, вышли замуж, женились на молодых девочек. Вместо одной за 50, двух по 25 взяли, да? Ну, компрессно говоря, так. Когда женщина, когда женщина проститутка, это ладно, но когда мужчина проститутка, понимаете, много в жизни, много в жизни разных, но всех хуже, билый друг. Ну, как вы браками называете? Ты сейчас назвали Прохора. А может быть, он просто хотел в другом жизни. Давайте посмотрим, как жил Прохор в Волгограде. Внимание! Ну, пойдемте, покажу вам дом, где вырос Прохор. Здесь прошли, как бы, детские годы Прохора. Мы, когда покупали этот дом, он достаточно дорого стоил по тем временам. Поэтому я думаю, что детство у него как-то неущербно прошло. У него все было, в принципе. Мы решили построить песочницу для сына, чтобы он тут хоть с друзьями, со своими как-то играл. Ну, тут как бы играли, а потом сразу раз в ванну, кому хотелось, и либо в душ. Вот душ до сих пор сохранился, очень старенький, конечно. Но я думаю, что на этом все-таки здесь вот он закалился в этой атмосфере. И было трудновато у нас. Папа не был такой, вы знаете, да, тяжелый человек. Здесь так хорошо, а здесь кровати нету. Вообще он жил вот здесь вот у нас, в этой спаленке. Здесь хорошо, видите как. Ну, здесь вот мы с папой спали, а он здесь. Мало ли там заплачет или чего, что. Тепноты боялся. Поэтому и спали как-то рядом. Дверей даже у нас тут не было тогда. Вот игрушки. Машинки. Хорошая игрушечка, что. Старенькая такая. Я не хотела внуков, я бы не обращала внимания на происходящее. Сейчас мне хочется ужасных внуков. Вот таких вот маленьких бегут, которые. Буду внукам покупать много игрушек. Не будут ни в чем нуждаться. Я хочу успокоить мамочку. Это будет очень недолго. Поверьте, сейчас ваш разумный сынуля заберет все, что надо от этой дамы. Все, что надо. Отправить ее. Нет, 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 не знаю. Не дождетесь. Она этим его поддержит. Вы хотите просто дороже обеспеченный пойдет и типа по нормальной дороге. Вы хотите даму себе забрать. Как мы относимся к тому, когда взрослый мужчина женится на молоденькой девушке и якобы это одобряется обществом? Да никто это не одобряет. Вы сказали, половина депутатского корпуса, так это и есть. Половина корпуса депутатского меняет своих жен, только они не успевают вырастить детей. Мне интересно, вот как два нарцисса. Вы любуетесь только собой. А будущее? Вы думаете о будущем? О будущем вашим? Будут ли у вас дети? Об этом? Вы подумали о будущем? Потому что... Они завтра усыновят строить, понимаете? Хорошо. И вообще будут... Здесь звучала самая цель. Два инвалида вступают в брак. Давайте пригласим свою близкую подругу Ларисы, которая говорит, что она не видела ее такой счастливой уже долгое время. Встречаем Татьяну Рощину. Татьяну Рощину, скажите нам честно, вы, наверное, свидетельницей будете на свадьбе? Я надеюсь, Андрюш, я надеюсь очень. Для вас это брак по расчету с обедих сторон или это действительно вот такая чистая светлая любовь, которая вспыхнула на Ямайке и сейчас лидирует за счетом 5-0? 5-0. А почему это не может быть расчет, но из радости? Двум людям прекрасно друг с другом. Нет, я вам хочу сказать. Почему оба женщины может подарить ему счастье или любви? Вы умерли совсем. Ничего не видел. Насколько счастливы? Безобразие. Вы видите здесь на экране. Во всех, везде на экране. А если бы она была посудницей, вы бы выбрали ее? Я, наверное, не знаю. Вы бы радовались. Так же счастливы. Не выставляйте. Я зарабатываю достаточное количество денег. Конечно, хочется больше, но я не ничью. Я не совсем понимаю. Я Прохора знаю давным-давно. Мы дружим уже на протяжении 10 лет. Я хочу сказать первое. Вы видите? И для нас, друзей, это самое главное, что он счастлив. Посмотрите на его улыбку. Разве можно так вот натужно улыбаться? Он настоящий мальчик. Нет. Я Прохора знаю давным. Прохор, мы поздравляем тебя. Это твой выбор. Я понимаю маму Лену и сочувствую, но это жизнь Прохора. И он должен с вами. А можно вопрос? Хорошо. Но что вы скажете маме, Таня? Что вы скажете маме Прохора? Она плачет. Я хочу сказать, чтобы она не переживала и не расстраивалась ни о чем. Понимаете? Лариса такой человек, что у Прохора будет все замечательно. У них будет все замечательно. Это солнечно, это добрый человек. Я считаю, что Прохору очень повезло. Лариса, а можно вам... Она хочет внуков. Единственный сын. Кто знает, сколько они будут вместе. Может быть Лариса его бросит. Может быть Прохор Ларису бросит. Один, два, неделю, год. Ну будут внуки. Кто может предсказывать, сколько они будут вместе. Крестный папа, крестный папа Прохора сегодня здесь. Ваше отношение к происходящему, скажите. Отношение отрицательное. Я на стороне мамы Прохора Елены Ивановны. Потому что он нас поставил в такой тупик, ничего не сообщил. Я лично был в шоке, когда узнал. Давление поднялось 200 на 120. В общем ужас полнейший. Я тоже мать двоих прекрасных, умных, тоже таких же детей. И недавно я их женила. Вы знаете, как я плакала. У меня нормальные невестки, секундочку. Невестки нормальные, их младший возраст там. Я очень плакала. Мне было тоже отрывать от себя. Как бы мне, может быть, невестки нравились. Какой-то не фальш это. Это просто материнская ревность. Но счастье. Это чистый фальш. Начинает его имени. Я могу себя точно так же назвать. Я Русланова певица. Точно так же. Но это фальш. И это будет фальш продолжаться до тех пор, пока вы все денежки с нее не выкачете. Правильно. Хочу сказать, что есть еще один человек, который переживает все происходящее. Сын Ларисы. Давайте послушаем его внимание. Мне бесит то, что вот есть вот этот Альфонс, который пришел, просто забрал у меня не только маму, но он забрал вообще почти в мою жизнь. Он отнял у меня все. Обидно за то, что человек слеп, за то, что он ничего не понимает, то, что он поменял сына на него, забыл обо мне полностью. Пришел какой-то маленький мальчик, ну, считаем, ровесник, который так же по жизни идет. Как, я буду его папой, что ли, называть? Или, я не знаю, как бы вместе с семейной фотографией делать стоять? Ну, это бред. У меня ничего не осталось. Я один. После рекламы единственный сын Ларисы появится в этой студии. Что скажет он Прохору? После рекламы. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. Прохор Шаляпин женится на пенсионерке. В середине лета известный певец Прохор Шаляпин сделал заявление, которое шокировало всю страну. Во время романтической прогулки на катере 29-летний певец сделал предложение своей 57-летней подруге Ларисе Копенкиной. Я очень хочу объявить о нашей помоловке. Влюбленные познакомились полгода назад на одном из заграничных курортов и с тех пор не представляют жизни друг без друга. Давайте сейчас пригласим в эту студию Юрия Беззубова, сына Ларисы, который сегодня пришел на эту программу, чтобы посмотреть в глаза Прохору. Юр, ну вот все говорят, они счастливы, они счастливы, они такие, как ты считаешь, вот что произошло с мамой, да, здесь говорят нереализованная энергия, все, вот ты знаешь ее лучше всего и дольше всех здесь присутствующих. Ну, что я могу сказать, мама очень светлый человек, она сама по себе очень позитивная, и ей всегда было, ну, так сказать, с мужчинами, можно сказать, не везло, потому что рядом, ну, трудно найти такого человека, который бы смог бы ее поддерживать, который бы с ней же так же, так сказать, на одной волне находился. И, ну, как-то я рассчитывал на то, что все-таки мужчина ее будет все-таки как-то ровесенником или постарше ее, а вот не молодой человек, который сам в жизни, наверное, ничего еще не сделал, пытается... Может, кто-то порадуется за маму, так долго не могла найти... Знаете, нет, с одной стороны, я с вами, я здесь солидарю, и знаете, я давно не видел ее таких счастливых глаз, я скажу честно, а все это давно не видел таких счастливых глаз, они в действительности горят. После развода с папой, после развода с папой, я никогда не видел, чтобы у нее глаза так горели. Вы знаете, они сейчас горят, но, а что будет дальше, друзья, а что будет дальше, зачем это... Вы переживаете, зачем это происходит, что все ровесники мамы давно уже импотенты, понимаете, да? И поэтому, конечно, ей хочется... Классная мама, классно выглядит. Прохор потрясающий парень, мы с ним ровесники, и я считаю, что я за. Вы найдите себе такой, он подросток. Если не растрачена сексуальная энергия, вот честно, а дети как-то вы думали, я не знаю насчет физиологии, но все-таки... Я думаю, что мы сначала будем с этим ребенком решать вопрос. Может быть, вам надо просто обрести друга? Нет, а почему вы считаете, что 15 лет это мало для счастья? А между прочим, в таком возрасте, развиваются гениальники. А вы на свадьбу планируете, скажем так, прийти? Ну, честно говоря, я не особо говорю желанием. Как-то, я не знаю, я не вижу счастья в будущем. Понимаете, когда пройдет время, когда пройдет время, мам, ты ко мне придешь. Ты ко мне придешь через 5-10 лет, и моя же лета будет... Нет, а почему 5-10 лет, это большой срок для счастья? Так пусть ваша мама будет 5-10 лет сейчас. А дальше что? А дальше что? А дальше что? Сколько ей сейчас лет? Подождите секундочку. Сколько ей сейчас лет? Мы сейчас вам сказали, сколько ей сейчас лет. А что будет дальше? А я хочу, чтобы моя мама встретила старый рядом с любимым человеком, который будет ее поддерживать. Что вы думаете, как о старухе встречать старых? Нет, я говорю, что это старуха. Вы молодая прекрасная. Как любит мой брат Ларису. Действительно, потому что это любовь. Елена Ивановна, извините меня, конечно, но я вас очень люблю и прекрасно к вам отношусь. Но дайте шанс своему сыну, дайте шанс моему брату, чтобы построил свою любовь, построил свои отношения. Действительно, это любовь. Я вижу, что они любят друг друга. Мне внуки нужны, они вот такие вот невестки. Скажи мне, ну вы вместе были на фабрике «Звезд», что ты скажешь? Ну что я скажу, здесь в основном, да, вот, все люди здесь говорят только об одном, что Прохору тебе надо для того, ну и за денег, да, там, альфонсом тебя называют, там, проституткой кто-то назвал. Я коллега Прохора. Я прекрасно знаю, что Прохор вполне нормально зарабатывает. Он самодостаточный человек. Это во-первых. Во-вторых, если людей реально одерживает любовь, все, что бы вы здесь не говорили, сколько бы недовольств не высказывали, все равно будет так, как будет. И что будет дальше, это уже жизнь покажет. Поэтому я желаю здесь только счастья. Я желаю тебе, Прохор, дожить до 100 лет, а Ларисе до 130 лет. Но мы пообщались с лучшим другом детства Прохора в Волгограде. Вот как он комментирует ситуацию. Внимание. Ну я, конечно, не поддерживаю его, потому что, ну, сами вы понимаете, дама уже в возрасте, а ему нужна молодая, чтобы детей ему нарожало. Как бы жить полноценной жизнью. Тем более, счастье оно в чем? Оно в детях. Вот, допустим, дети, это самое, я не знаю, это самое святое. Поэтому и тетле ей не нужны дети. По-любому внуки ей надо. С кого уже, сколько ему лет уже, пора уже за ум-то взяться. Я не знаю, там полгода, год от силы, все, они разбегутся, поэтому я не понимаю, зачем вот это там свадьбу устраивать, там еще что-то, это лишнее. Ему надо хорошую, желательно не из Москвы, а вообще вот из деревни, там, деревенскую, взял бы себе жену и все, и жил бы, и не думал даже. Вот совет друга, взять деревенскую девчонку, она будет рожать. Мы вместе рожать. А что, Берега, у меня такое впечатление, что, простите, пожалуйста, Ир, у меня такое впечатление, что у нас уже свадьба началась, тут какие-то зазранные росты и так далее. Лариса, а вы знаете что? Мне очень смущает, что вы действуете как женщина-танк. Вы переступаете через сына, через маму, через какие-то браки. Вы недооцениваете вот эту травму отвержения, которую вы наносите сыну. Это самая тяжелая травма по жизни. Пусть он своей жизнью занимается. Вы знаете, после этого, тяжелее этого, ничего нет. Все наследство наследует другой супруг. Так вот вы переживаете за деньги все. А парень, кстати, без штанов. Вы думаете только о деньгах. Понимаете? Вы считаете деньги, дорогие мои. Вот я смотрю, и каждый говорит вам про свое надо. Да, одному надо так, другому надо это, к маме надо внуков. Этим людям надо просто дать возможность какое-то время, которым отпустил Бог, побыть вместе по кайфу. Давайте, давайте пригласим еще одну героиню в эту студию, которая до сих пор любит и ждет Прохора. Его первая любовь прилетела из Волгограда. Владлена Севитова. Встречаем Владлену. АПЛОДИСМЕНТЫ Влада, привет. Неожиданно. Она будет хуже в 50. Он в дентильме всех привезли. Вот, вот девочкам нравится, я сразу вижу. Они даже смотрятся прекрасно вместе. А Лариса, бедная, через 5 лет будет бедной мучиться и попадет еще в психиатрическую больницу. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши Кассандры, наши Кассандры со второго ряда. Владлена, давайте расскажите нам. Итак, это фотографии мы видим, да, Прохор и вы первая школьная любовь, Волгоград. Это сколько лет назад? Это разные промежутки. А вообще я пришла сюда выяснить, стоит ли мне строить свою личную жизнь с другим человеком. Так как любимый мой два месяца назад приезжал в Волгоград. И мы с ним серьезно беседовали на ту тему. Он говорит, помаялся, ну в Москве, то есть с разными девушками встречался. Нет той самой, пора нам уже там, ты не задумываешься о детях и так далее. Потому что я на самом деле не строю пока свою личную жизнь, грубо говоря, жду его. Мы действительно беседовали на тему детей, женить бы, извините, я волнуюсь, и так далее. То есть, конечно, он не обещает жить со мной, как говорят, у меня гастроли, пойдешь ли ты на это. То есть у нас действительно был такой... Так в том-то и дело, что я не готова была, просто приезжая ко мне, либо звоня, когда про Ларису я вообще узнала вот два месяца назад, ну то есть конкретно спросила, задала ему вопрос, он сказал, вообще ничего серьезного, мне просто с ней комфортно. Бывала и другая женщина у него, кроме Ларисы. И вы все равно его ждали? Здесь серьезно. Так, то есть он вам говорит, что у него ничего серьезного с Ларисой нет? Нет, она что-то не то говорит. Что-то она права говорит. По месяцу назад это было так. Это ваша девушка. Юр, можете с Ладленой познакомиться на зло Прохоров? Я думаю, вот это там его схватилось. Я не понимаю, просто зачем людям, зачем людям одевать друг другу кольца, если они могут так же пожить в гражданском браке. Это, например, мой папа, он мне давал обещания, то что он решение. Все время третий лиц, вы сами решили, что он нам делает. Зачем тебе это? Зачем тебе это? Что он такой... Вы не понимаете Прохоров. Хорошо, Валерина, но ваша точка зрения, почему Прохор решил жениться на Ларисе? Я вообще в это не верю. Я верю в симпатию, да, действительно. Мне кажется, что он уехал очень рано из дома в Москву. Ему не хватает, мне кажется, материнского тепла. И вот тут появилась реально женщина, у него замечательная, но рядом никогда ее нет. Мне кажется, это лично мое мнение. Вы готовы пойти на брачный договор? Тут очень многих волнует вопрос денег. Вот вы готовы подписать какой-то брачный договор? Я вам задаю вопрос, что вы не претендуете ни на какие деньги Ларисы, что если будет развод... Извините, при чем здесь деньги Ларисы? Мы у нас же общий диджет. А вы пишите расписку, что вы не хотите? Мама, ну как я понимаю, Владлена вас устроила бы в качестве невесты. Я вижу, как вы держите ее руку и вы симпатизируете ей. Конечно, устрою бы. Молодая, красивая. Она может дать в логовую, что бы нет. А вы ее сюда привезите? А вы ее сюда привезите? А вот я хочу спросить сына, а скажите... Все равно придется поездить. Мама, на возраст, нарожайте детей, будьте счастливы. Ну, детей-то нарожать не трудно. Лужиться трудно. У девушки надо спросить, она готова переехать в Москву, нарожить детей? Может, у нее другие планы жизненные, в конце концов? В мире животных, давайте нарожаем детей, давайте размножаться и плодиться. Да вы-то никогда не родите, похоже. Но хочу сказать, что Владлена не единственная, не единственная, кто ждет и готов бороться за Прохора. Мне подсказывают, что мы должны сейчас прерваться еще на одну короткую рекламу. Далее в нашей программе еще одна женщина в жизни Прохора Шаляпина, которая утверждает, что только с ней он будет счастлив. И что с ней они провели романтический уикенд в Диснейленде. Уникальные кадры после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» сегодня в центре внимания синтезонная история. Молодой 29-летний певец Прохор Шаляпин в середине лета сделал предложение руки и сердца своей 57-летней подруге Ларисы Копенкиной. Вот как это было. Внимание. Ты такая счастливая и энергичная. Ты такая красивая. Я очень хочу объявить о нашей помоловке. Я очень хочу объявить о нашей помоле. Но хочу сказать, что Ларисе придется бороться за свои счастья, потому что в этой студии еще одна женщина, которая утверждает, что только с ней, только с ней Прохор будет счастлив. Встречаем ее. Журналист Алла Пеняева. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А где Прохор был? Обалдела. Прохор, говорят, здесь. Похоже, что это становится ареной цирка. А ты откуда делся? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ давайте посмотрим привет всем привет маме бабушке дедушке папе славе софии я сейчас проехал с на американском доклад это 10 лет назад я слишком много съел чтобы что-то говорить дорогие друзья мы третий день дорогие друзья мы зашли в лабиринты но эти лабиринты хороши небо если не было на лет 10 очень красивый сияющий детский город это мечта любого ребенка а я так как я ребенок и Алла тоже это и наша мечта тоже так что она сегодня сбылась и у меня настоящий счастливый момент на их жизни всегда счастливый момент что вы скажете Алла как вы относитесь к этому заявлению к какому заявлению они объявили что женятся господи я только прилетела недавно три дядя с малайзии звоню а ты че устроил то я тут я тут извините меня ему три дня подряд звоню три ночи прошу прощения потому что мы с ним по три часа ночи разговариваем я не знаю когда у него хватает времени на ларису скажите пожалуйста мама не против вот такого невесты мама так радостно с вами пообщалась мама это устроит вас помогала нет ты скажи красавица тише я телепат тише тише я телепат я хочу сказать красавице вот этой вот этой красавице что мне мальчишка я с ней познакомилась минуточку ты будешь меня слушать хорошо будешь говори сама я думаю что она просто активный добрый человек и все а я хочу сказать когда мы познакомились с шаляпиным ему было не хватало трех месяцев до семнадцати лет за федор федор подожди когда мы с ним познакомились шаляпиным ну-ка двигайтесь Алла я тебя очень люблю зачем ты пришла двигайся браво браво вот теперь можно сказать конец это такой конец что ли расскажи расскажи друзья Алла но все таки вот ревности нет покажите Али еще эти кадры с Ямайки я видела видела ой ради бога не надо показывать Лариса очень хороший человек но послушай шаляпин я тебе новую песню написала я хочу тебе вспеть с нее я Али очень благодарен она действительно мне очень помогла если бы не она я бы академию Гнесиных вряд ли бы закончила очень помогала мне этот человек ну ты вообще это женщина ничего не закончила да ладно ладно я с шаляпиным познакомилась трех месяцев не было до восемнадцать любитель бабок 10 не было у меня таких бабок неинтересно мне а мне кажется вы завидуете и хотите сидеть вместо Прохора там нет еще и деньги еще и деньги чтобы у вас вы меня привели когда к нему тише ну тише насчет секса я люблю очень хороших красивых и сильных мужчин вот жаря Андрюша Малахов женат я бы с таким пошла понимаете вот но у меня Прохор познакомишь меня да но у меня у меня есть я хочу сказать у меня есть мои любимые ты же свободен или нет я пока что свободен ала вэл вэл свободен посмотри я почему у нас в России такая тенденция почему бы и нет я буду продолжать я думаю что это двойная свадьба прямо в студии вы знаете давайте 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 ну не отвергайте ну почему вы так прозвучало такое слово как геронтофилия это то когда человек возбуждается от людей постарше я не вижу что у Прохор есть какой-то сексуальный подконтекст я уверен что надо копать немножко глубже в воспитании когда он говорил о Ларисе он сказал что ему с ней комфортно она заботлива мне кажется связано с детством возможно я не думаю что вас Прохор хотел не хотел я не хотел то есть когда он творчески вспоминает бабушку только так я написала стихотворение посвященное Андрюшу тебе и если позволишь я тебе почитаю я женат прости я женат Натали очень красивая женщина я ее безумно люблю но я ж тебе стихотворение я ж не тащу тебя в постель и так я запахом твоим пропахла и покрылась чужой бедой ведь так же Андрюша пусть бываются предсказания и так Лариса вы не боитесь что вот когда все закончится что вы будете так же переживать и вот как здесь уже говорили минуточку стихотворение заканчивается этими строками пусть бываются предсказания все равно не твоя не мой понимаете в чем дело я безумно безумно до дрожи в коленках люблю Прохора Шаляпина но поймите какое может быть сожаление когда мы с ним это уже от старости дрожат от старости дурешка ты красавица дурешка потому что у меня подруга в 95 лет перед ней 70-70 летний известный итальянский скульптор приколоняется перед твоими ножками через сколько лет поняла Алла иди садись к нам ну Аллочка какой она дает какой она дает какой она дает даже конкурс на Аллу а можно я ему какую песню написала в паре нет песню песню не надо хочу сказать что Антон Зорькин тоже еще не женат Алла Антон Антон не женат Антон он только с Турции вернулся а я с Малайзии ну это одно и то же а может только вести я вас уже могу на руки взять а подожди а подожди а подожди смотри как у меня ножки-то вот так как это делаешь опа вот так вот так эй смотри ну что как говорит Лариса Бузеева у нас есть пара сегодня на программе пишите нам дорогие друзья Борька 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 ну и лариса ну и ваше заявление для всех вы уже назначили день свадьбы когда мы просто как бы обговариваем эти вещи мы еще мы не можем решить вопрос еще даже с фамилией я говорю ты должна взять фамилию Шаляпина она говорит не хочу я сам из Копенкина зачем мне третий раз фамилию менять ну то есть есть еще все таки есть еще нюансы над которыми нужно подумать но мы надеемся что день свадьбы вы сообщите нам нас пригласим на нашу свадьбу и мы сможем конечно сделать специальную его программу прямо может быть из грибоедовского завтра ну что берегите себя и своих близких дорогие друзья будьте счастливы как вы понимаете даже в 57 все только начинается спасибо